Идея возведения Белоярской крепости, оригинального оборонительного сооружения, с которого началась история Новоалтайска, появилась давно. Первые работы на выделенном мэрии участке в 17 гектаров начались в 2019 году. Тогда на средства гранта начали возводить первую угловую башню, установили сваи. Здесь это именно будущий парк, этнопарк, где будет основной объект, это Белоярская крепость, вокруг него получаются среднеместные мастерские, конюшня, спортивная детская школа, понная. Какие-то дома, чтобы быт показать людей, тех, кто проживал, не только казаки, которые основали крепость, но и алтайцев и прочих. За три года будущий исторический комплекс обзавелся входными воротами и двумя оборонительными башнями. Этим летом начали строить дом приказчика. В ближайшем будущем, надеется главный инициатор проекта, Белоярскую крепость удастся возвести полностью, а затем дело за созданием инфраструктуры. Но даже без нее здесь уже проводят исторические фестивали. Однако последний из-за ковидных ограничений пришлось отменить. Должны были питерцы, то есть у них должен был состояться, должен у нас здесь был турнир по мечевому бою, да, то есть вот здесь делать как раз ограждение. На конях должны быть тоже, рыцарский турнир должен был быть. Планировали, что возможно, ну как бы небезопасно, конечно, что организовать взятие крепости, какой-то штурм небольшой. Организаторы надеются, что полноценный рыцарский турнир удастся провести в сентябре. И возможно, тогда, благодаря участию в фестивале любителей истории из разных уголков страны, крепость сможет привлечь инвесторов. Ведь образовательный и туристический потенциал у этнопарка, уверены его создатели, огромный. Артем Гусельников, Данил Захаров. День с толком.